добрый день дорогие друзья добрый сегодня мы с вами будем говорить о контрактах на бессознательном уровне на самом деле это серия вопросов что это такое с чем их едят как ими управлять как можно влиять на других людей и так далее и вообще все что связано с управлением восприятия почему-то сразу ассоциируется с контрактами на бессознательном уровне на самом деле управление восприятием это первая книга она состоит из двух книг из двух и это все управление восприятием а контракты на бессознательном уровне это всего лишь вторая часть книги книга номер два да о чем идет речь для того чтобы мы начали взаимодействовать в мире в своем собственном вот у нас есть реальность и мы хотим взаимодействовать с человеком нам надо чтобы человек тоже захотел взаимодействовать с нами как этого добиться и самое простое что приходит на ум человеку который еще находится в предрассудках власти и манипуляции во всех объективных предрассудках ему хочется заставить человека сделать так как он выбирает то есть ему хочется повлиять и вот эти вот техники влияния они здесь тоже кстати все описаны в этой книге это все восприятие из объективного мира управление восприятием книга написано до инфодайвинга то есть она вышла еще до того как мы но вышла она уже когда был инфодайлинг но она писалась когда еще не было инфодайлинга когда в ней систематизировался весь материал по гипнозу по состояниям по таблице каткова те наработки что у нас были когда впервые допускались соблазны подумать о том что вот этот вот эта реальность это продукт нашего сознания то что мы сейчас говорим легко свободно и открыто в этой книге просто для скептика человек подводится к тому что но это же априори так но посмотреть ты чуть-чуть сдвинь восприятие и ты увидишь поэтому вот эта книга она подводит к инфодайвингу к тем моментам которые мы сейчас уже заявляем как ну нормальные привычные а человеку который не живет вот этими понятиями которым живем мы иногда бывает тяжело ой что они такое говорят как это материя и сознание неразделимы но как такое в принципе может быть вот эта книга дает подводку и в то же самое время она и дает вот эти техники которые дают возможность манипулировать сознанием другого человека навязывать ему мысли навязывать ему желание навязывать 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 и техническая база есть разная здесь от физического тела до психики что такое контракт это самый лояльный вариант взаимодействия с подсознанием другого человека в объективном восприятии говорюсь когда вы договариваетесь на уровне психики с человеком о чем-то и потом в проявленной жизни он это выполняет это не является насилием над ее психикой потому что вы договорились потому что вот эта вот система контрактов она по любому работает всегда перед тем как человек появился в вашей жизни он уже с вами заключил контракт неосознанно и вы с ним заключили контракт неосознанно но можно делать это абсолютно управляемо осознанно кто сознает того и плюшка это один вариант взаимодействия из объективного восприятия тогда вы выбираете персонажа выбираете технику влияния договариваетесь чтобы это было выгодно и вам ему то есть в подсознании работает один закон закон парадокса и это его отражение всегда отражается как вин вин выиграл выиграл других вариантов нет во второй вариант есть проиграл проиграл но это отражение выиграл выиграл да и таким образом если вы хотите в чем-то выиграть и вы хотите заключить контракт на бессознательном уровне надо учитывать что человек тоже от этого выигрывает это такой подход именно объективного восприятия это для тех людей кто верит в то что этот мир находится вне его сознания что он пришел в этот мир голым и уйдет из него голым что он на этот мир не влияет или влияет крайне ограничено там в каких-то рамках и так далее вот для тех вот эта техническая база она достаточно подробно описано в книге может использоваться когда мы говорим об инфодайинге то здесь есть тоже контракты на бессознательном уровне но они не заключаются они априори рассматриваются как связи кто какую функцию по отношению к человеку для его развития выполняет и ты можешь эти связи разрывать но как правило мы их не создаем мы их просто убираем для чего для того чтобы человек осознанно создал новые то есть как правило вот все вот эти связи это автоматические сценарии человека это человек превращается в робот автомат и так как наше общество патриархально здесь у нас главенство это доминирует мужчины что вообще противоестественна сути человеческой потому что мужчина сам по себе агрессор это наступающая сила это передатчик переносчик информации это не целостность а целостность это женщина это мудрость это разум это не выделенная какая-то составляющая ума до это целостность но при этом женщина находится нашем обществе в подавленном состоянии и не осознает это и пока она находится вот в этом подавленном состоянии соответственно соответственно чтобы разбудить ее надо что-то сделать надо как-то ее взбодрить надо чтобы нечто произошло и тогда формируется автоматические сценарии на пробуждение на развитие женщины и здесь участвуют и мужчины точно также развиваются и точно также идет движение потому что на самом деле быть женщина или мужчина это не стационарная опция мы в одной жизни женщины в другой мужчины и так далее то есть это сменная опция но женщина это про целостность любом раскладе если брать позиции психики из позиции информации а вот и тогда если мы смотрим из субъективного то мы смотрим о том что вот эти контракты их надо максимально расторгать а новые уже не создавать контрактами то есть если вы находитесь в субъективном то все равно вот это все поле это поле вашей игры и любой человек для вас уже является вашим сознанием то есть вы его можете оживить на наделить выделенным сознанием а можете оставить в виде декораций но ваша задача не манипулировать конкретным персонажем ваша задача знать чего вы хотите чтобы это было проявлено а какой персонаж это исполнит на самом деле вообще не имеет значения и вот когда вы меняете подход на этот это уже субъективного восприятия то есть вы создаете игру грубо говоря вы создаете шахматную партию расставляете фигурки у себя в голове и понимаете что у вас будет вот такая-то игра и при этом каждая фигурка уже наделено определенной должностью ли как стать ролью определенной ролью и это априори так то есть для этого не надо контракты на бессознательном уровне контракты на бессознательном уровне надо когда вы не осознаете всю партию когда вам надо договориться вы например пешкой вам надо договориться на поле более боя с другой пешкой с другим офицером там еще с кем-то как вы вместе сыграете игру но это сознание получается вот на уровне элементов партии но если вы находитесь в субъективном и осознаете всю партию вы рука которая управляет этими пешками в своей разновляет который расставляет эти пешки то вам не нужны эти контракты то есть тогда остается ваша воля и ваше желание ваши действия по тому как играть то есть это ваша партия вы ее задаете своим сознанием вы создаете и тогда работают не контракты а создание вот понимаете получается альтернатива контрактам на бессознательном уровне в объективном восприятии альтернатива техники создания субъективном восприятии но когда вы создаете вы не привязываетесь конкретному персонажу вы просто создаете то что вам надо и в этой мете и вам абсолютно безразлично кто вам исполнит то что надо это придет ваня петя или мода потому что если вы начнете раскачивать именно раскачивать этот может этот не может или я там могу с этим этим не могу все это уже размазывание это уже не суть у вас начинаются качели и где-то вы уйдете в сторону и отклонитесь и пойдете и пойдете запутываться запутываться и никакого результата не будет и тогда вы не партию шахматную играете а вы играете с фигуркой вот я этой пешки вот здесь замазал она поцарапана а здесь я на ней что-нибудь нарисую здесь я ее разукрашиваю вы увлеклись это тоже игра вы ушли от партии уже партия выпала из вашего внимания и вы занимаетесь конкретной персоной и вот это вот занятие конкретным конкретной персоной не приводит к результату на шахматной доске вы не получаете то что вы хотите на выходе то есть и вот это на самом деле вот это тоже управление восприятием и от того можете воспринимать партию целиком или вы можете воспринимать персону это глубина погружения в себя и глубина осознавания себя и глубина осознавания психических своих возможностей вот получается это вот эти вещи по созданию с разных уровней глубин мы описываем в книге инфодайн глубина ее пока здесь нету а все что касается объективного восприятия она описана в книге управление восприятием по сути дела здесь систематизирован весь гипноз и здесь приведена в систему ну вся база которая нужна для того чтобы манипулировать управлять влиять навязывать конспект короче лет до конспект по управлению реальности реальностью в которую ты пришел голым из которой ты уйдешь голову но к созданию которой ты не имеешь никакого отношения и вы сами назначаете себя создателем или приходящим не знаете в какой момент вы сами себя назначаете в тот момент когда вы носите бога из себя вместе с ответственностью за свою жизнь то есть выносить ответственность да по сути дела да как только у вас появляется кто-то это лень на самом деле выносить ответственность ну это вот когда ну лень пусть кто сынок включить телевизор вот вот это вот и пультик побежал вот это тоже самое вот этот момент когда вы начинаете разделять себя и выносить ответственность вы уходите в объективную игру и соответственно ваше сознание перестает быть создающим в силу того что она уходит от себя и засыпает и бог забывает что он бог и тогда он играет в ту игру которую написал снит сон тогда маркс энгельс ленин да и так далее снит сон с массовками с огромными играми кто на кого там думаю что это он живет кто-то он прям это жизнь это сон а живет ли он и знаете чем глубже вы уходите в субъективное тем больше у вас возникают мысли насчет того что на самом деле вы ловите себя на том что каждый день это ваш сон каждый день и вы можете снять именно то что вы выберете и вы начинаете выбирать осознанно и это происходит в вашей жизни и это доставляет море счастья и восторга это приводит к экстатическим состояниям сон становится кайфовым и вам не хочется просыпаться и тогда возникает мысль но наступит же утро а утром зазвонит будильник и надо будет вставать а эта инкарнация и тогда возникает вопрос а как выключить будильник чтобы он не звонил пока я буду кайфовать всю жизнь и это изучение исследований интернационного цикла то чем мы занимаемся и это исследование программ старения программа моложений так далее то чем мы занимаемся потому что вот осознавание вот этого бесконечного кайфа жизни просто кайфа каждый день восторг каждое мгновение восторг и это восторг не эйфорий нет к дурная дурная потому что я вот бегу и не знаю куда я бегу да а наоборот я полностью осознаю свою жизнь я полностью осознаю себя я полностью осознаю кайф вот этого проявления я в ответе за свою я отвечаю за себя за свои мысли за свои желания за свои создания за свои проявления и я вот в этот момент чтобы я не насоздавала я все равно счастлива потому что я это делаю не кто-то и осознание моментов разделения сознания с выносом из себя для того чтобы потом заключить вот этот вот контракте чтобы решить какой-то вопросик то есть сыграть какую-то игру вот эти моменты ты осознаешь уже не с позицией как получить желаемое да как повлиять на человека а с позиции ого вот так это работает у людей спящих вот так создаются сны и при этом для того чтобы создавать сны тебе не надо сидеть и повторять вот эти штуки все психотехническая база при этой глубине осознаний уходит на второй план важно просто знать чего ты хочешь именно и это должно быть искренне то есть ты осознаешь ты смотришься свое зеркало и видишь себя и если задать вопрос в этих состояниях если в объективном восприятии человек который вот сейчас может мне например решить вот этот вопрос да и посмотреть себе в зеркало вы увидите себя вот этот человек в этом физическом теле который будет решать этот вопрос и у вас остается только действовать и ловить кайф и вот к этому приходят все контракты на бессознательном уровне потому что они все объединяются все тонкие провода соединяются в один жгут этот жгут соединяется в один мощный электрокавиль и этот кайфель между вами вами здесь и вами в подсознании вы здесь рассыпаны в подсознании миллионами точечек электрончиков проводочков микросхемок назовите как хотите миллионы отражений и это все вы и каждое вот это отражение переотражается снова в реальность в еще одно физическое тело еще одно физическое тело и вы видите эти тела как будто это не вы а на самом деле это все вы и когда вы способны видеть цельное отражение вы целостной и вы видите целостное отражение себя и вы осознаете момент создания вашей реальности других физических тел то все остальное не имеет смысла остается только ловить кайф от этого сна реально ловить кайф от этого сна от создания от создания и тогда не нужны контракты на бессознательном уровне тогда надо просто осознавать себя и быть счастливым и когда ты осознаешь что все есть ты и каждый человек это одно сознание твое сознание просто это тело оно сейчас вот этот человек и тогда глядя себе в зеркало в этого человека ты не сможешь нанести себе вред или создать что-то плохое или но только тогда это когда ты осознаешь что это ты только тогда потому что потому что не осознавая это именно мы так и думаем мы управляем мы хотим управлять манипулировать а на самом деле если представить что этот человек твое зеркало вот вы представьте стоите перед зеркалом и вы хотите манипулировать собой или хотите нанести вред себе или хотите там что-то с собой разве у вас будет это желание вы будете просто кривляться тогда правда баловаться вот это и есть такое вот да это игра в игра когда все кривляться и балуются занимаются непонятно чем и непонятно зачем не осознавая самой сути но при этом но при этом каждый раз каждое отражение приобретает другие качества она меняется и суть именно в изменениях и вот смотрите какая подмена мы сейчас остановились рассказали казалось бы вот счастье я сажусь я счастлив ключевой я сажусь все все в ловушке вы сами себе придумали ловушку потому что ваш луч внимание остановиться не может он всегда двигается он всегда несется он всегда всегда ему всегда интересно и как только вы садитесь он такой ой ой мне неинтересно и тогда есть два варианта сделать чтобы ему было интересно первый вариант поместите его в силовое поле когда он вынужден двигаться то есть выделить часть себя неосознаваемую которая помещается в условиях когда она двигается неосознанно иллюзия объективной реальности это первый вариант и тогда в силовом поле идут принудительная смена картинок автоматическая и второй вариант это когда вы осознаете что это ваше внимание и вы создаете и двигаетесь сами то есть остановиться в кайфе невозможно либо вы пойдете силовым путем либо вы будете двигаться сами то есть жизнь это вечное движение и создавая и вы не можете а вот в этом потоке остановиться это постоянно движущийся поток света это луч это световой луч и вы в этом луче и вы не можете остановиться и самое интересное что вот в книге инфодайм счастье и в книге инфодайм коллективное бессознательное мы описываем светового ребенка как иллюзия разворачивается как ребенок играет в свету с потоками света и это состояние это состояние сознания световые и эти состояния влияют на физическое здоровье человека влияют на событийный ряд человека и влияют на миропонимания человека то есть на самом деле вот это вот состояние детства когда вы играете в кайфе и осознаете вот это бесконечное движение смотрите парадоксально соединяются несоединимые вещи то есть вы растворяетесь в счастье и в пребывании и при этом это пребывание это постоянное движение это не остановка и при этом вы создаете растворяя счастье то есть обычно либо ты создаешь либо ты счастлив да а здесь идут парадоксальные накладки вот эти и осознание этих накладок позволяет именно пребывать и создавать своим сознанием то есть вы берете ответственное за то что вы создаете и вы знаете вот для нас например на сегодняшний день мы заходили это со здоровья да и работали со здоровьем и для нас на сегодняшний день есть моменты тренировок и углубление в себя дальше потому что каждый шаг это шаг в себя это шаг раскрытия мира своей психики да мы идем в себя и вот этот каждый шаг он просто бесконечно интересен и когда мы работаем возникает вопрос а что создавать если бы мы не имели больных детей там проблем у родителей так далее наша жизнь казалось бы было бы не интересно и мы создаем вот это в своей реальности для того чтобы с этим работать и и тащиться от того как поправляются дети как выходят из аута их родители рассматриваем на этих примерах как устроена психика наша же да как устроена реальность наша же и таким образом мы себе позволяем вот так смотреть на реальность иметь такой угол восприятия мы позволяем такое управление восприятием а человек который на нас смотрит со стороны говорит они сумасшедшие они тут себя богами назначили и он не позволяет себе вот и вся разница не позволяет не имеют не хочешь пожалуйста не пользуйся никто тебя не заставляет но твое право пользоваться проснуться и также научиться этим управлять это вопросы тренировок и тогда мы становимся для этого человека декорации и все точно так же как и с нашей стороны и вот в этом вся прелесть потому что мы все находимся в одной игре и мы все одно сознание мы все одно я и поэтому здесь работают все народные мудрости там не плюй в колодец пригодится воды напиться там и все вот эти рассказы о том что не рой другому яму сам не попадешь и так далее очень много народных мудрости на эту тему и это правда потому что мы смотримся в зеркало своего подсознания свои собственные глаза и самое интересное как это устроено в психике эти глаза вот наши глаза физически смотрят на внешний контур то на внешнюю часть тора если мы заглядываем психику то наши глаза имеют зеркальное отражение через хрусталик во внутрь то есть у нас есть в психике глаз который смотрит внутрь всегда два глаза и когда мы настраиваемся то внутрь смотрит бог а наружу смотрит человек но бог в человеке а человек в боге один а теперь просто на секундочку представьте перед вами стоит другой человек вы смотрите ему глаза кого вы в этих глазах увидите если вы будете смотреть глаза в каждом абсолютно человеке вы увидите себя в его глазах зрачка посмотрите внимательно это об этом что это везде все это одно сознание оно одно и все люди находящиеся рядом с нами это наши зеркала в котором в которых отражаемся мы это что мы видим в людях на самом деле мы видим себя насколько чисты наши глаза насколько чисты мы сами такими мы видим людей да это об этом и если вы хотите иметь чистое здоровое зеркало помойте сделайте так чтобы возле вас было чисто комфортно и и вы видели отражение здоровых глаз счастья радости и так далее это об этом вы знаете вот мы получается с аутизмом и с другими заболеваниями работаем уже три года вот к осознаванию этих процессов мы пришли не так давно но нужен прилично и когда получаешь письмо например от мамок вот мамки у которых дети были аутистами да и вот дети выходят и тут сегодня получаю письмо где мамки написали о том как они собрали ну то есть там мистическая история она писана на сайте pup.by о том как помогали мальчику которым надо было пересадить костный мозг и вот это тот случай который был уже все мальчик умер бы если бы не было вот этих знаний которые достали из инфодайвинга из глубин себя до и не применили и мамки ничего не говоря нам они собрали 40 тысяч долларов на операцию мальчику пересадили костный мозг он прижился а теперь представьте какое сердце у мамок которые сами имеют детей аутистов в прошлом и которые проделали этот путь помогает другому ребенку тоже выйти потому что его мама сказала что инфодайвинг это шиза они мамы помогли а мамы взяли и помогли понимаете вот это про чистоту про искренность про открытость про то что желание видеть мир добром мир счастливым мир открытым и не важно какая там мамка у этого ребенка но он к ней попал ну значит надо пройти этот путь и дорогу осиливает идущий это путь луч внимания остановить нельзя это путь это вечный путь и жизни в жизнь и в книгах мы кстати описываем как сердцебиение переходит вот тоже очень интересный момент в инкарнационном цикле вот казалось бы человек умирает сердце остановилось вот стоп потом замирание и она тун-тун-тун начала биться но уже после оплодотворения яйцеклетки все пошла новая жизнь а здесь струна просто замирание струна и эта струна 40 дней 40 дней снова сердце бьется а теперь представьте там времени нету это у нас 40 дней там времени нету там это миг между одним ударом и вторым ударом потому что там это конкретно в этот момент подключается новая семья новая игра вот пошел новый мир пошла новая игра новая жизнь и полное стирание памяти для того чтобы человек не помнил но при этом когда мы говорим полное стирание памяти мы же входим в эту информацию мы ее находим она есть она в архивах есть ты можешь зайти в любого человека ты можешь разложить его прошлой жизни зачем а смысл смысл он должен измениться вот смысл смысл движения и надо помочь не рассказывать и останавливать его в прошлом и возвращать в прошлое а помочь двигаться вперед и это вперед это даже не в будущее это в моменте здесь и сейчас смысл проснуться в моменте здесь и сейчас вот он смысл суть в этом суть пробудиться в моменте здесь и сейчас а не уйти играть в будущее или в прошлое копаясь вот именно проснуться в моменте здесь и сейчас осознать это единство и вот вот этот момент осознания он на самом деле он меняет все он меняет отношения к людям он меняет отношения к жизни он меняет все он меняет самих просыпающихся иллюзия как бы выворачивается наизнанку то есть если до этого вы нас ответственности и в казалось есть внешний мир больше ничего нету и все то в какой-то момент как будто это тор раз вывернулся и есть только есть вот есть только ты и у тебя есть все знания играй как хочешь как расставишь шахматную партию в такую игру и сыграешь как запустишь так и пойдет игра потому что ты играешь сам с собой в зеркале кстати интересное воспоминание из детства когда-то телефонов не было и я не ходила в детский сад и меня мама оставляла одну с четырех лет я была дома одна и мама уезжала на работу на весь день на восемь часов и она не могла приехать домой и она звонила один раз в день там по телефону по городскому а все остальное время нам не предлагала играть в шахматы передо мной стояла шахматная доска и я там либо на улице гуляла с детьми тогда кстати очень интересно целым двором собирались там чья-то мамка посла вот весь этот выводок детей а вот и если не на улице то дома когда я оставалась и играла в шахматы сама с собой очень показательная такая штука когда ты осознаешь ты с этой стороны ставишь ты с той стороны ставишь и тебе надо быть честным самим собой чтобы там не поддаться и здесь не придумать и вот это была игра а на самом деле ровно также ровно так же ровно так же мы играем в жизнь один в один для меня папа учил кстати в шашки всегда вот у тебя же шашки поэтому когда вы осознаете вот это единство а вы его можете осознавать только тогда когда вы едины вы целостны когда у вас отсутствуют разрывы в вашем миропонимании разрывы очень легко убираются когда вы видите подобие все в этой жизни по подобию микро уровень средний уровень макро уровень и вы когда берете по подобию мы опять-таки в книгах эти вещи описываем они помогают подобию ты накладываешь картинки и ты видишь что идет подобие и тебе легче тогда осознавать целостность вот бытия всего этого ты тогда на этом расширяешься и вот когда ты эти вещи начинаешь осознавать тебе легче двигаться в развитии и тебе в какой-то момент приходит осознавание что тебе не нужны контракты на бессознательном уровне да смотрите проснувшись однажды ты просто понимаешь что интересно создавать да и начинается рост начинается развитие потому что когда мы спим мы просто ковыряемся в старом мы как запутавшиеся в вязком не знаю назвать как там болоте и мы ковыряемся проживаем и эту жизнь и эту жизнь и эту жизнь и эту жизнь это вот как ковыряться ковыряться в одном месте вот просто Это движение в никуда. По сути сказать, это движение в никуда. А когда ты просыпаешься и осознаешь, что ты создатель всего, то тебе интересно двигаться, тебе интересно создавать. Ты выходишь за пределы этого круга очерченного, в котором уже заковырялись, уже заковырялись проживать одни и те же сны. Мы заранее знаем любое свое движение какое-то, которое уже прописано родом, кармой, книгами, кем угодно, учеными. Мы это все знаем уже заранее. И мы просто вот спим, спим, спим. И как только проснулись, нам становится интересно выйти за пределы этого круга и начать создавать, и это и есть рост. Это и есть уже не торможение, не остановка, а это рост, это развитие, и это создание, это расширение. А на самом деле вот этот круг, который ты говоришь, мы очень четко расписали в книге «Коллективное бессознательное», так называемый круг сансары. И когда мы его расписывали, мы опирались на индийские учения. И знаете, мы там нашли столько подмен, мы их там тоже разложили. Где, вот казалось бы, вроде серьезную вещь люди пишут, вроде нормально. И тут хобана и подмены, и ложь, 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 искажение. Искажение с целью манипулировать и сжимать, подавлять людей, управлять людьми. Это все про власть на самом деле. А психика, да, действительно, это тройной круг сансары. И разделенный по секторам. Где-то в картинках индуистских он правильно нарисован, где-то неправильно. Мы разные картинки встречали. А потом, когда уже накладывали то, что мы достали и сравнивали. Но мы это расписали. Расписали, как эти сектора работают. И казалось бы, по этим секторам мы разложили, в какие игры играет коллективное человечество. Полностью все разложили. И в какой-то момент было такое осознание, так это все? Так тогда неинтересно жить. Вот, это все. И после этого, а подожди, а кто запрещает выйти за пределы этого? Ведь во всех учениях нельзя выйти за пределы круга сансары. И почему-то круг сансары ассоциируют с жизнью. Жизнь, смерть, да? А на самом деле, а день, ночь — это такая же жизнь, смерть. Это точно такой же миг. И почему нельзя расшириться больше, осознав, что каждый из нас — клеточки единого организма под названием Бог или Создатель. И каждая клеточка создающая, она наделена его сознанием и его полномочиями. Да? То есть, и когда ты осознаешь себя на другом уровне, и осознаешь вот этот организм другой, то у тебя и другие структуры психики, они, соответственно, расширяются, и у тебя появляются другие игры, и право на создание игры и так далее. И появляется интерес. И появляется интерес. Потому что вот этот круг Харсансары, когда ты его разрисовал, расписал, нарисовал, где какая программа, блин, так это неинтересно. Ты можешь нырнуть, войти в него, и все. Это то же самое, как жизнь червячка. Вот я там земельку съел, выкакал, съел, выкакал, съел, выкакал. А возьмите ребенку тоже, даешь ему игрушку. Первое, что он игрушка, он играет с ней. А потом начинает ее разламывать, разламывать, разламывать. Разломал, ему интересно, как он сразу разломал. И потом ему уже неинтересно. Все, другая нужна. Вот так оно и есть тоже. Мы точно так же уже разломали эту игрушку так, нашу вселенную, или как сказать, нашу симуляцию, психику. Уже так разломали ее, уже так там перебрали, уже 350 миллиардов раз перебрали одно и то же. Мы уже заранее знаем на самом деле. Вот смотрите, на самом деле какое-то мы хотим действие сделать, или там какое-то, вот допустим, там, хочу купить квартиру, да, хочу купить квартиру. Но уже заранее у нас уже там начинается, я не могу там кто-то, а нет, ну может получиться, да. Вот так. То есть мы заранее уже знаем, знаем, что может такой вариант, такой быть, с такой, и при этом мы неосознанно выбираем эти варианты. Откуда эти варианты? Потому что мы их уже миллиарды раз прожили. Мы прожили во всех телах миллиарды раз. И у нас вот это идет... Накопленный опыт. Накопленный опыт. В каждом из тел. И при этом мы продолжаем ковыряться в одном и том же. Не создавая нового, не расширяя себя, не освобождая себя от этого груза. Груза опыта, который уже давно окаменел этот уже опыт. Уже хочется свежего, хочется и вот это вот проснуться и начать создавать из состояния интереса, а не живя в страхе, в зажатии, сам себя все время зажимаешь, запутываясь во лжи, запутываясь в лени, обманывая кого-то. А на самом деле сами себя обманываем, обманываем, запутываем. Вот это прочувствовать. Вот это расширение за пределы себя. Это освобождение. Это освобождение. Это освобождение. И тогда система делает вдох, легкие наполняются воздухом и можно будет дальше расширяться. Следующий шаг делать. И самое интересное, когда смотришь это в сакральной геометрии, то это проворачивается тор и тогда точка, вот то, что была наша психика в три яруса, она сжимается в точку, а здесь появляются новые ярусы. И соответственно, они не заполнены информацией. Заполняй чем хочешь. Создавай, не бойся. Заполняешь из собственного опыта. Да. Любой опыт, опыт создания, все, он заполняет, заполняет, заполняет. И пошел, уже нарабатывается опыт на другом уровне. И тогда, тогда игра интересная начинается. И каждый вот этот момент, это создание сна, и он осознается в этот момент. И это невероятное. То есть обратный процесс. Не тогда, когда мы снимем сны, и утром свое... Какой я сон снила? А, вот этот сон, да, и пережив... Это мои переживания, да, я... И начинаем проживать день, исходя из этого сна. А здесь обратный, когда ты создаешь этот свой день, и создаешь этот сон, и состояние создателя. И ты просто уходишь в ночь в состоянии создателя, и просыпаешься в состоянии создателя, и тебе интересно, тебе интересна жизнь, ты кайфуешь от этой жизни, ты счастлив от того, что она у тебя есть, эта жизнь, и что ты есть у себя. И это совсем другое состояние. Это действительно чистое, искреннее состояние открытого, чистого, светлого Бога. А теперь представьте, когда сотни людей осознают вот эти вещи. Насколько кайфово играть в новую партию. И вот я, например, Ирина тоже знаю, мы мечтаем о том, чтобы эта партия началась в Беларуси. Да. Чтобы она пошла отсюда. Потому что это совсем другая игра. Эта игра на другом уровне. И она не ограничена ничем. То есть это не игра, вот эти 11 игр, когда человек претендует на чужое, воюет, конфликтует, проживает, лопатит одно и то же. Нет. Этот мир на самом деле бесконечен. Он изобилен. Потому что это твой мир. Потому что ты в своем, это твой сон, ты можешь создать здесь все, что хочешь. И здесь никто тебя не ограничивает. Да. И вот эти моменты, когда ты перестаешься, перестаешь бороться за материю, начинаешь управлять материей. Потому что наука больше не выбрасывает материю, не отделяет от сознания, а говорит, они вместе. Давайте учиться этим управлять и пользоваться для того, чтобы развивать другие способности и другую цивилизацию. И тогда будет и общение с инопланетянами, и все, что хочешь. И путешествие по галактикам. И тогда не надо... Чего она придумывая, что и будет. И не надо будет тогда ставить себе ограничение, что люди живут 70, 80 лет или 100 лет. Ну, так положено. А это... Позволить... Это же ограничение. Это ограничение. Позволить создание. Просто позволить. Ребенок рождается без программ старения. Безграничный. Он без... Да. Он рождается бессмертным. Бессмертным. Безграничным. И до трех лет у него уже все программы стоят. Представляете? Вот сейчас подумайте так, кто эти программы ему? Кто эти... Перегородочки ему так раз-раз стеночки ставит? До трех... И в какой момент они ставятся, да? Там есть разные процессы, потому что есть этапы, да? Но на самом деле это все ставит, 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 ставит сам человек себе, который не знает, как проснуться. И он ищет варианты, как проснуться. И каждый раз, когда он уходит в инкарнацию, он верит, что в следующей жизни он проснется. И каждый раз, приходя в жизнь, он опять не просыпается. И если у человека случается шанс проснуться, то им надо пользоваться для того, чтобы создать другую игру. А это значит, да, а это значит, у вас есть жизнь, и значит, у вас есть шанс проснуться и создавать. Да, потому что есть жизнь. Без жизни, без физического тела это было бы невозможно. Без тела вообще все невозможно. Без тела вас нет. И когда вы слышите или сами говорите, что вот там я буду на небесах, или там вы, вот там жизнь, а здесь ад. Что создали, там и живете. В том и живете. А на самом деле сменится цикл. День, ночь. Просто всего лишь. И дальше пойдет снова игра. Вопрос, вы будете в ней спать или вы будете играть? Вы будете пешкой, которая будет отбивать поклоны и говорить, да я же всего лишь пешка, от меня ничего не зависит. Или вы будете той рукой, которая полностью расставила эту партию и прописала траектории. И это ваша игра. Это полностью ваша игра. И эта игра, самое интересное, это игра в голове каждого человека. То есть нету избранных. Избранным назначает себя человек сам. Никто его не избирает, потому что кроме него никого нет. Я понимаю, что сейчас это звучит жестко, но это так. Возможно, и вопросы у вас сейчас возникают, естественно, но это так. Это просто так. И к осознанию то можно прийти, можно погрузиться, можно это все взять в мире своей психики. Все абсолютно есть. И это кайф. Это действительно кайф, это самый искренний интерес, какой может быть. В своих книгах мы помогаем человеку пройти весь путь, который проходили мы. Мы прошли его очень быстро. Мы прошли его вне религиозных концепций. То есть, когда мы... Вне ограничений. Вне ограничений. Дело в том, что когда начинаешь говорить о каких-то духовностях, первое, что у человека сразу на автомате тын-тын-тын подтягивается, это религия. Вот там же я встречал, там-там-там. И у вас уже готовые решения подтянул ум. А эти решения тупиковые. То есть, нет ни в одной из концепций выхода за круг сансары. Нет. Изначально есть обреченность на сон, на углубление в сон, на уход от себя во сне. И вот этот вот путь пройти, когда тебе вообще пофиг на все религии, на все социальные вещи, на все предрассудки, кто что о тебе подумает и так далее. Но при этом ты понимаешь, что тебе нельзя оторваться от материи, которая проявляется твоим сознанием. И соответственно, для этого надо проявлять результаты при работе с этой материи. Ну, на чем легче все проявлять? Аутизм – прекрасно. Болезни – прекрасно. Вот мы пошли этим путем. На самом деле, у нас был момент, когда инфодайм только начинался, была точка выбора – пойти этим путем или пойти путем технических изобретений. И у нас даже были эксперименты, если вы помните, они еще на видеозаписях остались, мы даже микроволнушку сожгли. То есть, у нас был такой момент, и получилось, что если брать интерес, то мой интерес был в психике. А так как этот интерес был действительно мой, и действительно инфодайвинг – это вот от меня исходило, то и понеслось, что мы с Ириной встретились в Китае и полностью пошли в физическое тело. Наши интересы совпали. Полностью совпали. И мы зашли с двух сторон, просто и пошли за зеркалье, с надсознанием, с подсознанием. Но в принципе, точно так же мы могли идти техническим путем, там была бы свободная энергия, там так далее, Тесла шел этим путем, да. И мы бы тоже могли и им пройти, и точно так же прийти к этим же осознаниям, к этим же озарениям, и описали бы по-другому. А ключ в интересе. Ключ в интересе, да. Просто в наш интерес лежал через психику. А он мог лежать и через другие параметры жизни. На этих параметрах он миллион. И можно с любого было заходить, с любого интереса. Абсолютно с любого интереса можно было зайти и прийти к этому же миропониманию, взяв ответственность за свою жизнь на себя. Прикольно, да? Казалось бы, просто. Все настолько просто. Очевидные вещи. И каждый раз ты осознаешь, что именно эта простота перечеркивается, убирается, зачеркивается, обесценивается, ее не слышат, а в ней все ключи. Дорогу осилит идущий и понимающий. Сам себя. Да, а делается важным на самом деле ничто. И эта важность раздувается. И мы живем вот в таком важном, раздутом мире. Кстати, вот благодаря вот этим раздутостям идет стыковка миров. Эта тема тоже будет описана в книге Infodine. Глубина. Как стыкуются миры, как присоединяются игры. То есть, игру нельзя присоединить. Вот смотрите, есть летающий корабль один, да? Одна летающая тарелка и вторая летающая тарелка. Как их пристыковать? Они не между собой стыкуются. Для того, чтобы они играли в какую-то игру. Потому что иначе будет игра либо на территории одной тарелки, либо на территории другой тарелки. А надо же создать иллюзию интересной игры. Значит, надо создать какой-то космический комплекс мир. Куда прилетают разные космические корабли, заметьте, по подобию, да? Пристыковываются. И получается, вот эта станция мир уже существует. А станция мир, а на самом деле, что это? Это некий такой огромный космический комплекс. Где там? Да нифига. Пустышка, которую что загрузил, то и будет. Раздутая пустышка, летающая вокруг Земли, да? И таких станций можно запустить сколько хочешь. На сегодняшний день большой космический мусор, да? А что обеспечивает вот эту раздутость, вот эту центральную часть? Обеспечивает эго. Вот так идет стыковка миров. Ну и вот эти вещи, они интересные, они в психике выглядят интересно. Они на самом деле очень сложные. Их действительно сложно описывать. Потому что это все двигается. Потому что представьте, как может стыковаться один угол тетрайдера, когда он постоянно вращается. И с другой стороны угол, и он постоянно вращается. Вот два мира только. А миров может быть много. Там их множество. И вот у нас в книгах, в книгах описан наш путь, когда мы находили, то есть мы входили в глубины, глубже, и находили вот эти стыковки. И первоначально для нас просто голова кружилась от того, что ты не можешь словить, но при этом ты осознаешь постоянное движение, множество, и оно разное. И это как информация тебе в одном объеме. Но при этом у тебя прям просто голова кружится. А постепенно, находясь вот в этих погружениях, мы привыкали к этому. И мы в этом уже видели, уже как для нас было, как остановка, или как не остановка, а как... Мы научились останавливать. Мы научились, мы стали привыкать вот к этим многочисленным движениям, можно сказать, голограммам. Голограммам, да. То есть, по сути... Это по сути... Мы по сути стали... Научились читать. Читать голограммы. Видеть буквы в этом. Видеть информацию. Да. По сути, это момент... Это создание собственного момента здесь и сейчас. Осознанно. То есть, остановка любого вращательного движения. Остановка любой картинки, которая, вот казалось бы, вот она вращается, и твой вестибулярный аппарат вышибает полностью. Потому что ты пот. А когда ты осознаешь, ты уже все. Идет остановка, и вот он миг. Ты управляешь. Идет рождение нового мига. Это миг твой, ты им управляешь. И, соответственно, потом ты осознаешь, что твой миг может быть больше, и может вмещать все это. И твой миг может вмещать жизнь человека целиком, и не одну. И ты начинаешь вот эти вещи осознавать, когда ты осознаешь, что ты в свой миг загрузил жизнь человека, отредактировал, выпустил, и это проявилось в материи. Ну, это на самом деле такие моменты, которые даже слушать, я понимаю, что тяжело. Поэтому книги на это начинать, начиная от управления, восприятия. Первое, да, однозначно. Пока вы не проработаете свое желание править миром, и навязывать кому-то свои мысли, заставлять кого-то делать для вас что-то. Ведь зачем контракт на бессознательном уровне? Чтобы манипулировать. Чтобы манипулировать. А по сути, манипулировать собой. Это манипулировать собой. Вы манипулируете человеком, и вы получаете собственное движение. То есть, даже и в жизни, оно точно так же. Вы манипулируете мужем. Муж дает вам сдачи, да, прилетает ответка. Это вас снова включает в следующую стадию. Он снова, и снова, и снова. Это вот бесконечная игра, бесконечный пинг-понг причиняет друг другу боль, вину, обиду, злость, там и так далее. И идут вот эти состояния, и это все раскачивает, эти качели. Для чего? Для того, чтобы двигаться в развитии. Для того, чтобы всего лишь измениться, изменить свое состояние, состояние сознания, своего я. Но это можно сделать, да, это можно сделать осознанно, не хаотично, а действительно целенаправленно. Когда вы осознаете, когда получается красивый рисунок, не хаос. Снежинка. И об этом тоже. Вот как-то так. Я думаю, мы ответили на вопрос по всем контрактам на бессознательном уровне. И поэтому, если будут вопросы по другим книгам, пишите. До встречи, друзья. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова